Приветствую вас, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и сегодня у нас рубрика про бездонатный аккаунт, который я качаю с нуля. Правда, последнее время я его не качаю, немножко не хватало времени, подзабил и это, наверное, даже связано где-то на подсознательном уровне. Я вижу, что вы не особо эту рубрику поддерживаете и потому как-то выпуски перестали выходить, но тем не менее я знаю, что есть какая-то часть людей, которые все равно ставят лайки, которым интересно, которые просматривают все видео, даже заходят на плейлист про яйцо и проверяют, может быть, там вышел видос. И для них все-таки я буду продолжать этим заниматься, выпускать, пускай даже времени не хватает, но буду качать. Вот, сегодня у нас будет выпуск необычный, ребят, вы уже могли понять по названию. Мы будем искать гильдию для яйца. Сейчас я вам все прекрасно объясню, а сейчас что с яйцом было? Ничего особенного, он просто не то чтобы ушел в спячку, но вот сидел, вот смотрите, 6000 самоцветов накопилось, ништяки какие-то копились, потому я, конечно, понимаю, что это абсолютно нереальная сейчас цифра для моего канала, но если вы наберете 2000 лайков на видосе, то я обещаю, что сразу же сяду снимать следующую часть, там где мы откроем ништяки или паролем героев, или самоцветы используем, к примеру, для эволюции на вороже. Ну а сейчас погнали, видео такое у нас скорее получится разговорное. Силы на яйце равна 95000, да, и как бы пора бы уже вступить в гильдию. По-хорошему в гильдию надо вступать сразу, потому что если ты не в гильдии, то ты лошара и теряешь ресурсы. А я как-то все временил, я все откладывал на потом, на потом, на потом, я понимал, что это надо проходить битву гильдии, а это на бездонатном аккаунте дикая просто запара, и возможно тот вариант, с которым я поначалу проходил на Тунце битву гильдии, у меня не получится. Я там брал питомцев, специально качал некоторых героев и проходил, короче, питомцами БГ. Сейчас этот вариант, я не уверен, что прокатят, вот, и я понимаю, что если я вступлю в гильдию, то у меня будет реально очень много проблем, и я не знаю, как я буду проходить ее, при том, что там, ну, дальников, ну, Фреи нету никакой, да, то есть героев с эволюцией нету. Вот, что делать в подобной ситуации, я не знаю, вот, и потому, как бы, я подсознательно пытался избегать любыми способами трудностей, ну, и плюс, опять же, повторюсь, мотивации особо не было, вы мне ее не давали своей активностью, по этой причине я никуда и не лез, но настало время, это же рубрика, по сути, да, Тунец, Тунец, помню, за счет чего выкатывался, за счет того, что трошака, за счет того, что было трудно, а не легко, знаете, и, как бы, Тунец прекратил свое существование, по крайней мере, на моем канале, аккаунт развивается, но он прекратил свое существование именно по той причине, что стало легко, и мне стало неинтересно, и вам, возможно, стало не так интересно, как хотелось бы мне, и надо сделать так, чтобы яйцо, ребята, как бы, нигде, нигде там в депрессии не булькнуло и не провалилось. Слушайте, у нас тут столько питомцев, мы сейчас так можем и 100 тысяч силы качнуть, вот, смотри-ка, смотри-ка, какие мы крутые, ребят, елки-палки, ну, будет чем, всех питомцев, ага, блин, ну, это я уже буду делать, наверное, на следующем видео, сейчас, короче, будем искать гильдию. Что по гильдиям, если честно, расклад рынка я не особо знаю, потому что, как вы знаете, я уже не являюсь нигде никаким лидером, и, если честно, слава богу, потому что сколько, три или четыре года у меня постоянно были какие-то гильдии, была основная диктатура, плюс создавалась куча других гильдий, и это, мне это прям жестко, и потом просто наступил момент, когда все, хватит, и сейчас я чисто ментально отдыхаю от этого, нахожусь в хулиганах, и меня все устраивает, отличная гильдия, вот, но с тем, что я перестал, скажем так, быть лидером, я перестал следить, как бы это странно не звучало, за рынком гильдий, я не особо сейчас знаю, что, где, зачем, почему, я не знаю наизусть топ-10, то есть, если, когда я раньше был лидером, я знал, какая гильдия находится в топ-10, да, какие гильдии в топ-20, у кого какая разница по силе, я все время мониторил и держал, скажем так, руку на пульсе событий, сейчас у меня всего этого, как бы, нету, ну, и необходимости особо нету, конечно же, у нас есть гильдия диктатуся, вот, там, где самый лучший на свете лидер по имени Даша, она, ну, как диктатуся, это была гильдия, опять же, диктатуся тоже больше нет, вот, диктатуся объединилась с уикендами, и теперь у нас гильдия, ребята, под названием New Life, она, видите, в топ-5, вот, и как бы ясен пень, яйцо там не надо, да и яйцу такие приключения тоже не нужны, про топ-10 мы забываем, я вам скажу, что мы вообще там, вообще, в принципе, про топ, ребят, забываем, есть еще, скажем так, гильдия, где мне, наверное, были бы рады, куда давно звали, это гильдия La La Land, но, опять же, типа, приема 250 тысяч силы, да, я знаю, что, типа, пацаны, как бы, ради того, чтобы яйцо вступило, они силу снизят, главное, чтобы там яйцо было, но, блин, во-первых, противники будут жесткие, во-вторых, как бы мне не хочется такой же ситуации, как с Тунцом, чтобы все там скворчали в комментариях на какашке и сходили от того, что, вот, если бы ты не был ютубером, тебя бы в гильдию не взяли, бы в тебя мало сил, бы, ба-ба, и плевать, что там это была моя гильдия и так далее, нет, к ребятам мы вступать не будем, вот, и, как бы, тянуть в гильдию, тянуть гильдию вниз, за счет того, что у нас маленькая сила и маленькая активность, мы тоже не будем, но тогда ищем гильдию дальше, я думаю, что выше топ-50 смотреть вообще нету смысла, будем сейчас на халяву искать гильдию, здесь, здесь они полные, вообще мне, вообще, по-хорошему, давайте, я не знаю, давайте зажираться не будем, давайте вообще от топ-100 смотреть, Днепро, допустим, при, а, а, вот, уровень, блин, надо мне разобраться так, а то меня приняли, уровень силы слишком низкий, видите, вид, гильдия, и, как бы, вы бы писали, ну, вот, ситуация с гильдией, да, если ребята сами не напишут, отскольки принимают, то ты не узнаешь, пока ты, скажем так, не отправишь заявочку, ну, давай, вот, гильдия, выход, давай-ка, вот, вступим, уровень слишком низок, ну, классно, классно себя ощущать простым игроком, вот, без всякого блата, вот, и, вот, гильдия, держава, ну, это слишком патриотичное название, наверное, ну, давай, вступим, уровень силы слишком низок, понимаете, я, 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 так, не кеброс, нет, не кеброс, я не буду вступать, эпидемия, эпидемия, блин, я, знаете, чего боюсь, что есть гильдии, у которых прием от 200, к примеру, тысяч силы, но они приемку держат там от 50 или от 0, просто, чтобы им присылали заявки, они там, типа, смотрят, да, Но по факту у них от 250 тысяч силы. А я возьму и... Ребят, а я возьму и пришлю заявку. И они такие увидят. О, это яйцо. Это типа хайп. Это лишний народ в гильдию. Давайте мы его возьмем. Хоть и плевать, что, скажем так, игроки... Ну, типа, как игрок я не подхожу, но возьмут. И вот такой ситуации тоже хотелось бы избежать. Возможно, возможно, я буду каждую неделю менять гильдию. Можем такой замут сделать. Я не знаю, пишите в комментариях, что можно придумать интересненького в этом плане. Сразу говорю, что я особо ни в какой гильдии в беседах там ни в чем сидеть не буду. Night Angels. Или как-то надо искать гильдию с каким-нибудь, знаете, интересным названием, как я люблю. С чем-то необычным. Смотрите, клан братьев. Вот это типа... Это что такая за семья, что там 65 братьев и ни одной сестры? Победители. Гильдия победителей. ВК обязательно при приеме в гильдию. Ну, как бы я не особо хотел бы пользоваться ВК-шкой. Ну и смотрим, да, здесь силу. Вот чисто объективно. Ну, как бы я буду самым слабым. Идем дальше. Типа нету смысла. Убийцы богов. Кстати, вот я их помню. Их помню, ребят. Меня поддерживали некоторые игроки из этой гильдии тоже. Ну, как бы тут тоже видно, что я буду, мягко говоря, здесь подсасывать. Тут, конечно, есть игроки, которые там такой же силы, как я. Вот. Но мне кажется, это скорее твинки. Потому что основная масса игроков, те, кому за 100. Ну, я хотел сказать, те, кому за 30. Нет. В плане силы. Смотрите, 295 тысяч силы, да. То есть, ну, как бы все классно. Может быть, я через неделю возьму в убийцу богов вступлю, да. То есть, я не знаю. Но для начала, наверное, надо постараться что-то попроще найти. Чтобы там игроки реально были вот такие. Там, знаешь, по 60, по 100 тысяч силы. New Line. Это типа New Life, New Line. Так, Дашка, будь начеку. Вот здесь тоже 522 тысячи. Ну, блин, камон. Я не знаю, может быть, типа, я сейчас вот сижу такой тут. Ищу, куда мне приглос отправить, да. Сижу такой блатной. А может быть, я каждую неделю буду менять гильдии. И такие, кто мне 1000 рублей зашлет, туда иду. Ха! Нет, конечно, вряд ли такое будет. Но тем не... А вдруг, как бы... Я просто что... Я сам, на самом деле, не знаю, что хочу. Ну, по крайней мере, первую гильдию для яйца. В которой, возможно, я останусь навсегда. А может быть, меня кикнут, потому что я лох. А может быть... А может быть, я реально придумаю. Буду каждый раз, раз в неделю, там... Не знаю, раз в две недели ходить и менять гильдии. Чисто по фану. Просто я тот человек, тот игрок, который обычно никогда не менял гильдии. Да, я в каждой гильдии был, там, чуть ли не до последнего. Вот. Ну, не люблю бегать, скажем так. Но, может быть, попробую себя в амплуа беганка, беганька, или как правильно вы говорите, я не знаю. БТЕ, Лафайет, Ориен. Ну, тоже, Зари, там, чуваки, под 500 тысяч силы. Лидер 500 тысяч. Давайте найдем, не знаю, там, где лидер, 100 тысяч силы будет. Вот, вот, Ворон, лидер, 133 тысячи. Вице-лидер, Олина. Вице-лидер, я, ты, мы, ты. Ну, как бы тут... Это, ну, я тут тоже буду лохом, и меня здесь будут держать только из-за того, что я, типа, болотная писька ютубовская. Смотрите, мы уже в топ 320, 330, господи. Ну, давай 350. Гильдия-сказка. Знакомое название. Везде первые места, оно и понятно. Они, как бы, они чётенько набирают только, скажем так, игроков, которые, ну, я так понимаю, чисто сильные, не чисто сильные. Ну, короче, они, ну, Сари, у них зато, видишь, тут всё понятно, первые места, короче. Ребята к успеху идут. Бухие. Ну, я, как бы, не особо любитель пить, я вам скажу. Витёк. Ну, тут тоже 385 тысяч силы. Вот, Чесла, это прям моя гильдия. То есть, как бы, ну, и чё, и 229 тысяч силы. Короче. Спартак Москва. Кейтаун. 67 рус. Просто офигеть. Я уже в топ 400, а лидеры, а лидеры, извини меня, лидеры, короче, по 319. Короче, давай идём по трешаку за топ 500. Атака фартов есть, всё, есть, гильдия, свобода. Я люблю свободу. Тоже за... 47. Ну, я предполагаю, что здесь просто ребята твинки, короче. Блин, я не думал, что это так будет сложно взять, найти гильдию. Я думал, знаете, я такой, как блатной батька, буду, короче, брать и везде рассылать приглашения подряд. И кто примет, тот примет. Ну, чё-то я тут просто даже одну гильдию не могу найти. Слушай, а чё? А чем чёрт не шутит? Слушай, давай-ка... А хотя, блин, ну если топ 1000 будет, да? Там ни атаки фартов, ничего не будет. Слушай, давайте посмотрим топ 1000. Мы люди скромные. За топом не гонимся. Все амбиции наши уже давно, скажем так, выполнены. Нет, наверное, не так правильно. Говорите, о, топ 1000 один. Друзья, вот есть топ 1000. Челябинская. Ну, типа, вступать в гильдию, в которой просто название вот так вот. Ну, Челябинск написали бы. Ну, понятно, было занято. Ну, что-нибудь другое придумали. Так, Челябинска... Вступай в нашу гильдию. Челябинска-я. Или это что? Или не понимаю. Там реально не врут, что в Челябинске большие проблемы, скажем так, с воздухом, там. С природой, экологией. Что там прям, знаешь... Нет. Конечно, это такие не очень шутки, да? Но, тем не менее, я как бы не понимаю. Я понимаю там... О, вот, я понимаю. Косопузы. Вот это отличное название. Вот. Здесь и ошибки любые можно просить. Ну, это весело, это креативно. Челябинска. Е-е-е. Господи. Взнос гильдию от 100 кристаллов в день. БГ не забываем. Да и тут, сарик, 304 тысячи силы. 187. Короче, все пацаны чисто сильные. Блядь. Ну, будем, короче, искать. Я просто не хочу, чтобы мне там кто-то трахал мозг, типа, блядь, нахер ты допов качаешь? Зачем мне это надо? Бродяга. Что у нас с бродягой? Ну, вице-лидер. Настасья. 33 тысячи силы. 8 тысяч сил. Ну, это как-то все жестковато. Ну, в принципе, в принципе, ну, таких у моих это... Ну, это вообще по нулям непонятно. Да, тут как бы так... То есть гильдия бродяга, да? Активных ждем. Атака фартов. На атаку фартов они, что ли, не ходят или что? Я не понимаю. Здесь, видишь, 340. Что-то набирают. Ну, так неинтересно. Давай дальше. Дебош. Сборная 32. Винчестеры. Драгонс Маук. Джаст Килл. Я в этом видео найду себе гильдию или нет? Гарант. Гильдия гарантов. Гильдия гарантов. 530 тысяч силы. Топ тысяча. Отлично. Хорошо, Алиночка. Сейчас запишу видео, приду. Очень красиво. Да. Хорошо, я сейчас посмотрю. Ребята, мне уже идти надо. А гильдию, я еще не нашел. Вызывайте, гильдия бесценная. Это, знаете, фан-клуб игрока, который давно бросил играть в игру. Отлично. Сарматия. Смарт. Дубль. Коротко и ясно. Проходим битву гильдий. На БГ-0 кик. Это же где? 413 тысяч силы. Вице-лидер мачо. Господи, я найду гильдию сегодня. И тут какие-то твинки. Посмотри, везде по нулям. Дикие кошки. Ух, я хочу быть дикой. О, 73 человека. Битва гильдии. Пятое место. Атака фартов вообще. Дампирка. Ну нет, ну тут как бы уже все. Тут даже, ну тут дальше уже как бы некуда, некуда, некуда суваться. Ну реально, топ тысячи сидят игроки по 500 тысяч. В чем, в чем прикол? Ну тут тоже видно, твинки, ну смотри, 14 тысяч. Да, и все. Блять, 22, 8. Короче, знаете что? Знаете что? Давайте, короче, ну тут бесполезно искать. Бесполезно искать. Давайте вот топ тысяча. Вот, я беру сейчас каждую гильдию подряд, отсылаю пригласы и посмотрим, куда меня примут. Полетели. Присоединиться. Вы подали заявку в гильдию. Присоединиться. Ну это невозможно. Усужду на меня. Видео уже 20 минут. Я просто, я сижу это и как бы офигеваю. Может мне рубрику отдельную сделать, обзор гильдии и просто вот так вот лазить по топам. И как бы просто вот и с ума сходить. Так, девятое. Девятое. В восьмую я поддал. В седьмую я поддал. Мне кажется, я просто где-то пропустил. И в пятую я поддал, да? Десятое. Присоединяемся. Будет ржачно, если меня вообще никуда не примут, типа. Пошел, типа. О, 69. Вот это отличное название гильдии. 69. Порохоботи. Ладно, я сказал, что буду везде отслать заявки. Рядите, сука. Вот это. Если примут, то я тогда специально там зайду в их беседу. И буду какие-нибудь гифки, вот, какие-то гифки им в телегу присылать. Там, где Порошенко три негра трахают в пукольное место так. Да, блин, ладно. Господи, бесценный. Ну вот как? Ну вот как это можно было вообще придумать? Господи. Смотри. Я реально, я просто никому не нужен. Я уже... Я уже сколько? Я уже успел в 17 гильдии подать заявку. Меня еще нигде не приняли. У вас уже есть гильдия. Вы не можете присоединиться к другой. Та-да-да-да. Барабанная дробь. Барабанная дробь. Куда же меня приняли? И меня приняли в гильдию наша. И что? Давайте делаем обзор нашей гильдии. Смотрите-ка. Атака фартов активная. Битва гильдии первые места. Я надеюсь, там не супер чисто сильные ребята, потому что как бы... Лидер 337 тысяч сил. Но это как бы тут уже все понятно. Так. Ну, не особо гильдия активная. Если учесть, что из 56 человек онлайн только 3 игрока. Ну, в целом, смотри-ка. Ну, по крайней мере, я не буду здесь выглядеть как слабая лошара. Потому что тут есть игроки и слабее. Но я не знаю, может быть, это твинки. Варвара, Крот, Эшка. Ну, опять же, обратите внимание. А, вот только, только я хотел похвалить, что, типа, комон, здесь нету аккаунтов, которые там, знаете, по 5 дней не заходили. Просто смотрим, да? А, вот, тут прям, тут с самого начала списка, смотри. Чувака, бац. Крот. Не было 4 дня. Я бы кикал бы нахер вообще. Андерс, 7 дней. Может быть, из-за силы держат, ну, чтобы, типа, хоть как-то было. Я бы просто нахер кикнул бы. Л-Щук, 3 дня. М-Ю-В, 7 дней, 6 дней, 7 дней. Да, бац, трудно. С-Си-Кан, 17 дней не было. Я не знаю, мне плевать, я бы никакие мертвые. Даже, даже при самой ужасной ситуации для гильдии, я бы никакие мертвые аккаунты не держал бы. Ну что, потусуемся здесь недельку-вторую, посмотрим. Может быть, кикнут меня, не кикнут. Давайте, конечно, сразу же, моментально. Участие к найм. Подожди, моя гильдия. А как взнос в гильдию было делать? Я уже, а, вот, я уже и забыл подарить. Вот так вот. Типа, антихайп! Антихайп! Блин, я вступил в гильдию. Меня, короче, кто-то принял. И даже, короче, никто не написал привет, там, добро пожаловать. Ну, давай я проявлю воспитанность. Хотя, не воспитанная быдла, если честно. Всем привет. Ну, и поздороваюсь. С моими новыми братьями по оружию. Может быть, там просто... А, слушай, походу... Походу меня... Знаете, кто принял? Да, меня... Это даже не вице-лидер и не лидер меня приняли. Меня принял... Походу. Просто элита. Ну, вот, какой-нибудь дуст меня принял, да? Ну, короче, это... А, лидеры, там, вице-лидеры, кикайте меня нахер, короче. Если у вас запрещено принимать, ну, элите игроков. Вот, без собеседований и так далее. Я не знаю просто, какие у вас правила. Мы обычно кикаем, если кто-то... Ну, кикали, если кто-то из элиты принимал игрока без спроса. Мы элиту кикали, никого так не кикали. Так что не стесняйтесь, если что, кикаете. Ну, это как-то странно все выглядит. Это реально. Ну, это топ-1000, друзья. Это топ-1000. Мне... Мне, понимаете, мне трудно... Мне трудно судить вообще что-то. Потому что это топ-1000. Я в топ-1000, я забыл... Сколько лет на... Сколько лет назад я был в топ-1000. Сейчас я уже зажар... Ну, ребята. Хочется, знаете, пальцы веером покрутить, елки-палки. Да я! Последние года! Ниже топ-10 не уходил. Босс в 18-м ноль, атака фортов в 12-м ноль. Слушай, а тут видно... А сейчас, видите, я к народу, короче. К простым игрокам, ближе. Смотрите, красавчики. Первое место, да? Обошли гильдию. Дубль, Дебош. Которые не успели меня принять. Вот так вот вам. Ха! Задротов. Оракул. Вот задротов. Оракул мне что-то не попадались на глаза. Ну и смотрим. Сколько людей не проходило битвы гильдии? Тридцать девятого... С тридцать девятого по пятьдесят шестой. Смотрите, блин. Ну, треть человек не прошло... Не прошло битвы гильдии. Плюс еще... Смотрите. Кто-то по девятьсот тридцать очков получил только. Может быть, как бы, типа, это те попытки, которые они смогли сделать. Смогли пройти. Потому что, ну, как бы, я могу сказать, что это просто распиздяи, которые не проходили все свои попытки. Ну, просто распиздяи, знаешь. Вот. А может быть, на самом деле, просто у них не получилось. И потом прямо... Когда у меня будет первая битва гильдии, вот, я, по сути, ничего не смогу сделать. Потому что я... А хотя... Слушай, а о чем я базарю? Базарю, подожди. Это же еще не конец БГ. У нас же сегодня... Что у нас за день? У нас сегодня четверг. Сегодня день битвы гильдий. Чего я распонтовался? Народ просто еще, как бы, не успел пройти. Хотя уже почти восемь вечера я записываю видео. Уже, как бы, должны были бы пройти. Ну, посмотрим, ребят. Посмотрим. Посмотрим. Это очень весело. Это очень весело. Это очень интересно. Для меня новый опыт. Посмотрим, это чем закончится. Ну, прошлое БГ была первая. Ну, может быть, я эту выиграю. Ну, по крайней мере, от меня уже ничего не зависит. Потому что я вступил в день битвы гильдий. Видите, у меня... Вот вы видите, у меня там нолик. Это у меня ноль попыток на прохождение, да? На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Такой вот разговорный видос. Окунулся я. Вот. Простым игроком себя почувствовал. Начинающим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...